А ты Какой ты след оставишь? След, чтобы вытерли паркет И посмотрели косо в след Или незримый, прочный след В чужой душе на много лет Это стихотворение Леонида Мартынова Было очень популярным у советской молодежи Наверняка знала его и Валентина Иванова Журналистка и писательница, общественный деятель Во всяком случае, она сделала все для того, чтобы ее след остался не только в душе близких людей, но и в истории города, республики, страны Светлой памяти Валентины Андреевны посвящаем мы эту программу Говорить Валентине Ивановой в прошедшем времени совершенно невозможно Все, кто сегодня работает в информационном пространстве Чувашия привыкли видеть ее рядом всегда Вот когда я начинала свою журналистскую биографию именно в Чувашии, где рожь была фирменной, главной культурой услышала такую поговорку, очень мудрую Матушка рожь, кормит всех сплошь А пшеничка сестричка только по выбору Удивительно, но факт Журналистка и писательница всю свою творческую жизнь рассказывающая Чувашия и ее столице родилась и выросла вовсе не здесь Больше того, оказывается, и по специальности Валентина Андреевна вовсе не журналист Я ведь поступала вначале в Ленинграде в технологический институт, ну, химиком Так вот, ну, как мы все бываем после 10 класса Пожалуйста, в его приборы строительные хотела поступить Ну и вот, а так потом оказалось, что ну, мне надо было специальное разрешение министерства получать Мне еще не было 16 лет, когда я окончила школу Ну и когда пришло это разрешение Там было просто, можно поступать в ВУЗ И я побежала бегом на филфак Ленинградского университета В Чебоксар она приехала вслед за мужем Не побоялась уехать из северной столицы в далекую, в ту пору еще мало кому известную Чувашию А познакомились супруги, будучи студентами Взрослый красавец в военной форме завоевал сердце юной Вали сразу Но взаимности ей пришлось добиваться Из армии пришел он такой весь красивый Активист, вот ленинский стипендиат Все, а я тут, что тут какое-то... После школы? Ну после еще 16 только Это вообще детский сад Ну, ходила за ним хвостиком Это кадры из архива городского телевидения Чебоксара ТВ Ныне телеканала «Вести 24» Чебоксара А это уже другая передача, снятая 7 лет спустя национальным телевидением Чуваши Ну, я по профессии не журналист Я учитель-филолог, учитель русского языка и литературы Когда муж приехал сюда, на свою родину, в Чувашии Мы вместе учились на одном курсе Он журналистику кончал И он в редакцию советской Чувашии Я свободный диплом ходила, искала В школах работы не было И целый месяц я страдала от безделья И в это время получилось так, что На Чуваши радио оказалось целых два свободных места Я там проработала долго, знаю, текучки там практически не было Почему? Даже и не задумывалась Было два места Редактора промышленных передач и корреспондента Когда, значит, меня спросили Ну, на это услышали Человек кончил Ленинградский университет Диплом с отличием Это, конечно, ясно уцепились за меня И какое же выбрать место Я в журналистике тогда понимала очень мало И решила, что выбрать редактором быть Не знаю сама толком, что это такое Ну, видишь, что это что-то престижное А корреспондент – это рядовое Зачем? Сразу в начальники пойти Вот, ну, хорошо Вот наши однокурсницы Которые тоже выпускницы Ленинградского университета Они в советской Чувашии работали в газете Они отсоветовали Ты что, ты будешь сидеть за столом А тут поездить по республике Узнать только так становятся журналистами И на тех, и на других кадрах хорошо видно За восемь лет все изменилось И только Валентина Андреевна до последнего дня Оставалась прежней, бодрой, деловитой Полной творческой энергии Секрет ее мастерства был хорошо известен коллегам Ну, а тогда была такая традиция или тенденция Или правила, что ли Все начинали с новостей Ну, естественно, я начинал как корреспондент Республиканских новостей тогда Потом это был уже отдел информации И потом я уже после корреспондента Работал там редактором в этом отделе информации Ну, у меня было какое-то вот такое тяготение К написанию очерков К созданию каких-то больших отраслевых Ну, таких передач, чем занималась отраслевая редакция И Валентина Андреевна это заметила И стала приглашать меня для подготовки своих программ Ну, тех программ, которые делались по редакции промышленных передач А тогда это были вот две Такие очень важные, очень интересные программы Которые она придумала и вела Это была летопись тракторастроя Строился завод промышленных тракторов И сегодня на Чебоксарской ГЭС ГЭС тоже тут переустроилась Это были самые такие забойные вещи И, естественно, она привлекала для этого журналистов многих И в том числе и меня И вот как-то однажды я вот запомнилась мне Я приехал, говорит, ну, а вот ты написал сейчас А вот что-то там такого особенного было, что-то тебя удивило Я говорю, да вроде все нормально Ты, говорит, вот, Лень, запомни Журналист должен обязательно удивляться чему-то Вот если ты перестанешь чему-то в жизни удивляться Значит, ты кончился как журналист И вот я считаю, что она была удивительным человеком Которая умела удивляться в этой жизни И удивлять всех остальных Ах, какие программы делали тогда на Чувашском радио Прямые репортажи из цехов Со стройплощадок, с полевых станов Валентина Иванова славилась умением Очень точно передавать атмосферу происходящего Делать слушателя свидетелям и соучастникам По сей день, честно признаться, я очень многими ее советами Ее подсказками пользуюсь по сегодняшнему Вот в умении вот как-то объединить, казалось бы, необъединимое Сделать какие-то очень интересные переходы В этом радийном или в телевизионном материале Которые бы держали внимание зрителя и слушателя Ну и то же самое, в принципе, и в газете, там тоже надо Вот когда пишешь, нужно заставлять человека Дочитывать статью до конца Именно в годы радийной юности состоялось знакомство Которое стало знаковым не только для самой журналистки И ее героя, но и для всей Чуваши И страны в целом 11 августа 1962 года Сын чувашского народа Андриан Николаев Полетел в космос Четыре дня он вместе со звездным братом Павлом Поповичем провел на орбите О чем постоянно рассказывали все радиостанции В радиоэфире звучал голос матери космонавта Желавшей ему удачного полета Репортажи из Шоршел вела Валентина Иванова Первые отклики интервью Значит, с братьями интервью Потом вот первое интервью с матерью Она тогда лежала в больнице, Анна Алексеевна Это было вот одно из самых запомнившихся Вот таких интервью Прихожу, а там маленькая эта коморка Больничная палата Полно народу И она, она ж по-русски не понимает Ну, понимает, но Немножко по-чувашски она сосмущалась Ничего не может сказать Ни по-русски, ни по-чувашски И вот мне тогда вот как свыше что-то вот озарило Вот я начал этот свой текст Который до сих пор помню наизусть Повторять каждый раз по фразе Я ей скажу, сделаю паузу И она за мной в моей же интонации Но с какими-то своими дополнениями повторяет Любимый сын мой, Андриан Она говорит, любимый сын мой, Андрюша Это я с тобой говорю Твоя мама, ты сейчас от нас далеко-далеко Но все эти дни я сердцем с тобой Ну, в общем, вот такое Она вот повторила Уже не обращая ни на кого внимания Вот, все это, значит, небольшой кусочек Все, мы, значит, кончили Оставалось на радио только вот это Отрезать эти паузы, мои вопросы И перегнали в космос Как и многие герои советского времени Андриан Григорьевич рисковал превратиться в плакатный образ Но остался в памяти как очень человечный человек Благодаря, разумеется, Валентине Андреевне В 1978 году Валентина Андреевна стала собственным корреспондентом ТАСС в Чуваши С этого момента обо всех важных событиях, происходивших в нашей республике Страна и мир узнавали за ее уст Вот, например, одна из информаций, которую она отправила 11 января 1999 года Валентина Матвиенко посетила немало социальных объектов этого Волжского региона В том числе и незапланированные Говорила с десятками людей, стараясь по ее выражению почувствовать пульс жителей Чуваши Сегодня копии телетайпов, которые отправляла в ТАСС Валентина Андреевна Хранятся в составе семейного фонда Ивановых Государственном архиве современной истории Чуваши Супруги передали часть материалов Новости, рукописи, переписку, некоторые документы Данное удостоверение, именно что она действительный корреспондент ТАР ТАСС Выданный под номером 4 И поэтому это говорит о том, что она одна из первых журналистов в Чувашской республике Которого достоилось этого звания и удостоверения Самые интересные материалы, пожалуй, рукописи Машинописные тексты пестрят правками от руки Скрупулезно проверялось каждое слово Муж Михаила Иванов был очень строгим редактором Ну правда, он всегда тут у меня критик хороший, как же редактор Потом очень суровый Вот когда тут что-то не так, я бежала Я говорю, все, никогда больше не буду с тобой работать вместе Ну работали вместе первые читатели книг друг друга, первые советчики Валентина Андреевна написала более 30 книг Одна и в соавторстве с мужем Одна из ее повестей «Поймай в ладони снежинку» А девушке «О корчагинской судьбы» Будучи прикованной к постели, она писала удивительные стихи А мне бы хотелось очень сильной быть, чтобы не молить о помощи другого А мне бы хотелось очень гордой быть, чтобы не прощать и помыслы худого А мне бы хотелось очень смелой быть, чтобы старым другом не назвать чужого А мне бы хотелось очень нужной быть, быть терпеливой, сдержанной на слово А мне бы хотелось очень нежной быть, но как в себе все это совместить? Эти стихи словно бы про саму Валентину Иванову. Она всю жизнь была именно такой – честной, смелой, уверенной в себе, очень верной и преданной не только своему любимому делу, но и людям, с которыми свела ее жизнь. Журналистская судьба оказалась щедрой на встрече, и Валентина Андреевна копила свои впечатления, берегла, но столь же щедро делилась с читателями. Если с мужем-редактором писательницы работалось непросто, то с самой Валентиной Андреевной иметь дело было легко. С ней работать было просто. У нее никогда не было никаких амбиций, никогда не ставила какие-то условия. Ну, не секрет, всегда, ну, часто бывает, когда начинаешь работу, ну, затем как-то вот, тем более такие фундаментальные издания, подготовить это не так просто. Но с Валентиной Андреевной в этом плане, как-то вот по-человечески, с ней было легко. Где-то, значит, она шла на уступки, где-то, допустим, издательские правки и так далее, она соглашалась. Она, когда вот начали вот эту последнюю ее книгу, но мне даже не хочется сказать, что она последняя, я думаю, что еще будут книги, изданные Валентины Андреевны, она постоянно сама приходила в издательство и очень много времени на это как бы тратила, целыми днями не выходя из издательства работала. И не только, скажем, с редактором, литературным редактором, художественным редактором, она подсказывала, потому что у нее большой опыт был по изданию книг. Я же говорю, что она в своей жизни издала 30 книг научно-популярных, все они фундаментальные и по объему, и по содержанию, и по качеству. Многие годы Валентина Иванова возглавляла Чувашское отделение Всероссийского детского фонда, вела огромную общественную работу. Ее хватало на все и на всех. Не было в тот момент ни одного руководителя республики и столицы, ни одного директора предприятия, ни одного депутата, кто не знал бы Валентину Андреевну. Ее уважали, к ней прислушивались, как к моральному камертону. Она была такая красивая, такая худенькая, и так красиво все говорила. Очень интересно было с ней. А далее уже мы по комсомолу, два члена бюро горкома комсомола. Это времена Громова, Хисинах работали. Довольно-таки приятно было, опять-таки. Она очень умная, красивая и вообще очень целеустремленная была. Ну и время шло дальше, в горе в полкоме. Опять-таки я там работаю, она ко мне пришла. Давай, говорит, хорошую книгу выпустим, Чебоксарский характер. А действительно получилась книга очень хорошая. И действительно она заслуженная. Получилось звание почетных гражданин города Чебоксары. Я очень рада была за нее. Порядочная была. И она никогда никого не предавала. И она старалась больше показывать людей, хороших, добрых. И поэтому я никогда не думаю о ней, что плохо. Да, конечно, можно сказать, ум и честь нашей эпохи. Можно сказать о ней. 57 лет проработала Валентина Андреевна журналистики Чуваши. За это время сменилось несколько поколений мастеров слова. Молодежь уже не помнит предшественников. А взрослые акулы-пираньи знают свою смену в лицо. Слишком много настало. Но Валентина Ивановна знает абсолютно все профессиональное сообщество. Журналистика, конечно, это мужская профессия. Сугубо мужская. Я прошу извинения перед женщинами. Но при этом скажу, что женщин в журналистике я всегда считал какими-то такими... Ну, людьми, которым надо оставить при жизни памятник. А что касается, в этом смысле, Валентины Андреевны, так это подвиг стократный. Потому что муж журналист, она журналист, и она всюду и везде успевала. А работала она на радио там беготня. Потом в ТАСС это тоже самое. И я ее видел везде. Когда она успевала, для меня это было загадкой. Ее язык, это неповторимо. И сама она тоже явление в чувашской журналистике. Есть самородки. Вот она была журналистским самородком. Музыка. 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 Музыка.